Какие-то кубаковы. Сладко? Сладко, но не так противно, как я читала. С апельсином. Ну, сладковато. Я видела, его надо пить с лимоном. Ну, можно, чтобы заглушить сладкий вкус. Очень сладко. Очень сладко. Она не говорила, что в течении 5 минут выпить его что-то такое. Просто выпить и всё, да? Угу. Ей сказать. Хоть час можно пить. Ну, я считала, что в течении 5 минут выпить. Угу. Угу. Ух, я напилась. Ну, а больше он. Ну, а больше он. Угу. Очень плохо сейчас идёт. Угу. 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 Серьезно? Не слово по-английски? Есть по-английски, но ты его отобрала и не успел почитать. Пей. Спасибо. Без кофеина. Спасибо. Намного легче. Посмотри, сколько времени. Мы в 9.30 начали. 34. Или в 10.30 мы начали. Сейчас 34 минуты, а в 9.30 мы начали. Я имею в виду, что в 11-го. В 10-го, не в 11-го. В 10-го. В 10-го. Давай чуть-чуть осталось. Молодец. Ага, ага, вот уже не хватает, да? И пробочка вылезет. Надо правильно все сделать. Потом вышли на стенах капельки. Теперь час ждем, да? Ну, теперь и расскажем сейчас. Хорошо. Всем привет. Начинаем новый влог. На прошлых кадрах я проходила глюкоза толерантный тест. Наверное, расскажу саму суть. Мы решили немного поэксплуатировать нашу страховку и походить по врачам. Я рассказывала об этом в своем телеграм-канале, что была у гинеколога. Как-то мы с ним разговорились. Гинеколог, кстати, из Минска. Практически больше часа мы там беседовали. Я рассказывала про свой тип питания и про тот, который был у меня с апреля по примерно, наверное, середину лета, исключающий глютен, молочку, сахар, как я себя чувствовала. И что случилось после того, как я все это начала есть. Я, кстати, вот этот момент, про который я рассказываю, подводку, почему я сдала этот тест, не понимала и не вспоминала несколько дней, пока не настал этот день. И я не проанализировала вот эту часть разговора. Он сказал, что нужно сдать вот этот тест, посмотреть на, видимо, как-то проследить, есть ли нарушение углеводного обмена. Сразу скажу, что за здоровьем я слежу. Глюкозу, инсулин и все такое я сдавала. И вообще буквально вот последние несколько месяцев у меня это тоже было в анализах. Там все хорошо, поэтому я ему это не поясняла. Я лишь рассказывала про тип питания и как он влияет на мое самочувствие, на мою активность и на еще некие там разные штуки. И вот, видимо, поэтому он мне все-таки предложил сдать этот тест. Хотя раньше я про этот тест слышала только в контексте беременных девушек, что вот они его сдают на каком-то сроке, чтобы узнать, как вот, как менять ли им питание, добавлять ли что-то медикаментозно, чтобы это не повлияло на плод. Ну, я не беременна, это было бы видно, потому что там на довольно большом сроке сдают этот тест. В общем, мне просто в рамках, видимо, проверки его какой-то теории это потребовалось сделать, сдала. Теперь буду ждать результаты. Потом, наверное, сходим еще раз на прием к этому врачу. Посмотрим, что он скажет, чтобы он понял то, что он хотел понять и как-то, может быть, мне что-то пояснил в зависимости от результатов. Я думаю, что там все будет хорошо, я на это очень надеюсь, что у меня никакого там нет ни преддиабета, ни какого-то чего-то такого стрёмного, чего бы не хотелось иметь. Если уже есть какие-то нарушения, это по-любому нужно что-то будет резко корректировать. Я и так, в принципе, стараюсь, стараюсь быть лучшей версией себя, как-то себя хорошо кормить, правильно, но все равно, конечно, грешки проводятся, наблюдаются. Сейчас едем домой и буду готовить то, что я уже очень давно не делала, всякую разную курицу и остальные продукты заворачивать в лепешку, но это не шаурма. Очень как-то стрёмно переносится этот тест. Подготовка, 8-14 часов перед ним не ешь, сдаешь натощак кровь, потом выпиваешь вот эту водичку, которую я пила. Я считала, что она вообще невозможная, какая-то страшная по вкусу, что лимон с собой взяла. Но лимон не пригодился, в принципе, довольно терпимая жидкость, но временами вот этот вкус сладости прямо захватывает. Но так, как лимонад, если не пить за 5 минут, в принципе, пьется, как обычный лимонад. Не такой уж он противный, может быть, зависит от клиники, которая там ответственна за этот тест, может по-разному как-то эти жидкости намешивают, дают. Но эта баночка, в принципе, была не такой уж неприятный. Сладковато, что меня воспоминания накрывают, и я, видать, морщусь по этому поводу. Ну всё, через час я сдала после этой баночки кровь, и потом ещё раз через час я сдала кровь. Посмотрим, как она, какие будут ли какие-то скачки, будут ли они значительными, будут ли они превышать какие-то референсы или будет всё в норме. В общем, узнаем позже. Я, кстати, вообще никак не показывала, какое лобби в этом доме. Но оно без всяких игровых автоматов, без музыкальной комнаты. Но всё равно очень симпатичное. Потому что в эту музыкальную комнату мы сходили, наверное, только в самом начале. Пойдём. И тут, кстати, у нас нет охраны, что хорошо. Но это не основной вход, поэтому так. Я с ножом его брала для того, чтобы порезать лимон, но лимон мне не пригодится. Так, собрала лепёшки. Сейчас буду их жарить. Что мы получаем в итоге? Восхитительный, как будто бы такос. Сыр там расплавился. Сейчас будем поесть. После теста я просто супер голодная вот этого глюкоза толерантного. Проскакал по городу болеть. Так, снова я в машине. Мне кажется, у меня здесь какое-то непреодолимое желание записывать влог. Потому что красиво, светло. И как будто бы я ничем больше особо не занята. И тут думаю, надо сразу записывать что-то, рассказывать. Сейчас мы едем в Икею. Мне кажется, что мы стабильно. Несколько раз в неделю ездим в Икею. Сегодня какой-то 17 или 18 день нашего переезда. Как будто идет только первая неделя. Потому что постоянно что-то заказать, закупить, довладить, дотереть, домыть. Я не знаю. Я не знаю почему так. Все как-то это продолжается и продолжается. Я не знаю. В этом логере уже в следующем все-таки покажу, что там у нас происходит. И потом, наверное, скажете, а что вы там вообще делали? Ну, шторы, вещи. Это ладно. Это быстро. Вроде бы должно быть. Но нет. Что-то как-то у нас не склеится. Сейчас мы хотим посмотреть диван. Опять. Потому что все-таки Леша в кабинет нужен диванчик небольшой. И еще что-то по мелочи. Плюс мы там, скорее всего, сейчас сначала поужинаем. Потому что мы весь день опять вот это вот все. Непонятно что. Так. Так все. Так в жизни проходит. Просто пердула от этого окна. Следуем к ранее возрожденному плану. У меня рыба, овощи, хумус, салат. Три напитка. Ну, мы их поделим на двоих. У Леши мясо, овощи, картошка и какой-то тортик. Кокурцы, помидоры. Короче. Супер. Тебе он малова, да? Короче, я начинаю выбирать диванчик потихонечку. Я, потому что он работает, захожу в комнату и мне там негде сесть. Потому что там негде сесть. Потому что там нет дивана. Судьба. Он стал дешевле. Поэтому часть диалога я не успела, конечно же, записать. Мы нашли один диван. Ну, что-то как-то его забирать можно через доставку. И не можем его опробировать. Сейчас на нем посидеть. Ходим и думаем, может быть нам рвануть в Абу-Даби. Всего час ехать. И там его как-то посмотреть. В Абу-Даби мы в итоге решили не ехать. Просто рассчитали свои силы. Восемь вечера. Час туда, час обратно. Час по Икее ходить. Короче, набрали что могли в этой. А диван либо закажем, либо все-таки придется ехать в Абу-Даби. Я не знаю. Просто он там есть. А здесь он где-то там задран. Тот диван, который мы хотим. Что купили? Вот такую сушилку. Она, конечно, номинальная. Пластик. Но иногда требуется. Контейнеры это Леша себе взяла для инструментов. Взяла для выпекания блинов в сковородку. У меня что-то, оказывается, тут не было. А мне она скоро пригодится в производственных масштабах. Что здесь еще? Масленка. Хотите посмотреть, целая ли она. Да? 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 Да, Ворев? Да. Абсолютно точно. Поснила. Открыла. Проскрывала. Мне кажется, я ее чуть не это... Значит, вот крышечка. Вроде нормально. И тарелочка. Уже все. Дошли до вот таких, можно сказать, мелочей. Какая красота на столе, если будет стоять. Вообще. Люблю такие штуки. Таз. Не знаю. Таз нужен в хозяйстве. Увидели, что он складной? Ну и купить. Пригодится точно. Полотенца для рук. Полотенца для рук. Мы такие же брали банные. Поэтому в том же дизайне взяли вершек туалетный. У нас два туалета. И мы первый раз, когда делали заказ, как будто все заказали на только одну комнату. Вот такие цветочки. Я не знаю. Это, конечно, смотрится как-то неестественно. Но это как бы и не настоящие растения. Но в плане украшательства, что-то мне захотелось их купить. Три штучки, 15 дирхалов. Вот это, по-моему, под всякие там ножницы, кусачки. Емкость подобрали. Тапки. Это соусницы. Зачем нам соусницы? Мы соус часто едим. Соусницы, в общем, у нас есть. Вроде вместе все ходили, искали. Так. И вот это мы взяли для Фэри. Потому что меня... Да и мужа, наверное, тоже. Потому что он предложил эту елку искупить. В общем-то меня просто бесит эта банка. Хочется, чтобы что-то было без этикетки. Я не знаю. Бзики какие-то. Отголоски из прошлого. Когда, знаете, все вот это вот на ютубе было с 20-го года. Начиная. Все такое было про хозяйство. Про быт. Вот это все улучшение. Вот какое-то вот было слово. Какое же... Минимализм. Хотя, может быть, и сейчас все так осталось. Просто что-то вспомнилось, что можно это все поменять. И поменяли. Что-то я еще... А, у нас есть... Нам, в общем, товарищ Лешин отдал. Он посадил ананас. Я его как-то даже во влоге показывала. Ананас с именем. Зовут его Вениамин. Взяли ему землю. И вот такой новый дом для Вениамина. Я считаю, Вениамину с нами повезло. В общем, вот. Что-то я ничего не сказала. Конечно, сейчас будет вообще не в тему про свои анализы. Я сдавала в самом начале этого влога 100% тест. Глюкозный толерантный тест. Что касается глюкозы. На толщак все хорошо. Через два часа все хорошо. Она не повысилась. То есть у меня вроде бы полный порядок с этим. Но какой-то был странноватый инсулин. Обычно люди мучаются с повышенным инсулином. А у меня он низкий. Не знаю, что это значит. В интернете пишут разное. Доверять интернету в этом тонком вопросе. Вообще столько мнений. В общем, видимо, еще раз сходим к врачу, который мне это назначил. И все-таки я уточню, почему он мне это назначил. Как-то он либо подтвердит, либо опровергнет мою теорию. И дальше, наверное, скажет, что делать с инсулином. Инсулин не критично низкий. Но просто я удивлена, что он ниже, чем он, допустим, был... Какое время? Время года. Весна. Весной. Ниже, чем он был весной. Скоро 8. Здравствуйте. На этом блог буду заканчивать. Спасибо, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. У меня есть также Дзен, куда я все дублирую. Рутуб, куда я все дублирую. ВК я не дублирую. Ну, кому там удобно смотреть, пожалуйста. Я это уже делаю целый год на все эти платформы. Все это заливаю. Просто обычно я про это не говорю. Но ссылочки у меня в Телеграме есть. И иногда я под видео оставляю. В общем, если интересно, пожалуйста. Если удобно смотреть на Ютубе, смотрите меня на Ютубе. В общем, спасибо, что досмотрели до этого момента. Уже окончательно с вами прощаюсь. Увидимся совсем скоро в следующем влоге. Я еще не показала квартиру. Тут еще вот много чего есть, что снять. Но я пока до этого не дошла. Совсем скоро. В общем, все. Начинаю как будто с начала влог. Всем пока.